Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Чурбанова Елена Валентиновна. Я инвалид и являюсь опекуном несовершеннолетней внучки. Живя в Карелии, я борюсь за своё существование. Помощи ни у кого не прошу. Тяну лямку сама. Но делать это всё труднее, ведь чиновники со стороны администрации при участии министра МВД постоянно строят козни. Я торгую свежей рыбой. До инвалидности я имела статус индивидуального предпринимателя. Есть ларёк на мини-рынке главный, где я осуществляла торговлю с 1997 года. Но теперь рынок закрывают без предоставления торгового места. Прожить на пенсию и мизерное пособие по опеке, а в органах опеки не можем получить по закону, что положено, с таким ростом цен прожить невозможно. Вот и приходится при моём положении пытаться заработать честным путём. Стала торговать у магазина рядом с домом, чтобы ближе ходить. У меня больные ноги. Покупатели довольны, что всегда можно купить свежую рыбу. Все санитарные нормы соблюдаю. Но вот беда. Власти запрещают мне зарабатывать деньги честным путём, мотивируя тем, что у меня нет разрешения на этот клочок земли, где я торгую. Вот полиция и штрафует меня в месяц по два раза на сумму от 1000 до 2000 рублей. Если вовремя штраф не заплачу, значит высчитывают с пенсии. А чиновшие сидят в своих тёплых кабинетах и в ус не дуют. Сейчас не вовсе запретили торговать. А у этих переодетых в форму бандитов есть всё. А мне надо выживать. Взять хотя бы заместителя главы Петрозаводска Журавлёва. В 2007 году он был депутатом Петросовета. Его родственница по смехотворным ценам купила 12 муниципальных помещений, которые арендовал Сбербанк. Поразительно. Но претендентов на эти поистине лакомые объекты городской недвижимости, цена на которой била все рекорды, оказалось всего два. Родственница Журавлёва, которой я просила о помощи, и от которого в письменном виде получила отказ, и его друг, депутат Петросовета Копнин. Во всех этих помещениях и по сию минуту спокойно продолжает работать Сбербанк, который за аренду платит уже не городу, а семье Журавлёвых. Многие сотни тысяч рублей. Таким же делягой является и старший товарищ Журавлёва и Копнина, Алиханов, который возводит торговые центры, где работают его дагестанские земляки. Вместо запланированного культурного центра в микрорайоне Ключевая попечитель Петрозаводска создал Ключевской Шанхай. Заместитель председателя Госдумы России открыто обвинил мэра Петрозаводска Левина в связях с криминалом. Ну сколько же можно терпеть эту несправедливость? Почему нечистые на руку люди руководят городом и грабят меня? Я русская женщина, родившаяся и всю жизнь прожившая в Петрозаводске. Не могу работать в нашем городе. Меня, русского человека, выгоняют с моей русской земли по леса и не давая мне зарабатывать на жизнь, обеспечить себя и ребёнка. Да когда же закончится эта оккупация? Жулики из администрации Петрозаводска так часто через подконтрольные СМИ лижут вам зад, что слышать их слова уже противно. Также противно видеть их дела. Все они пользуются вашим авторитетом, чтобы заниматься самообогащением и творить произвол. Прошу вас, защитите меня от этих чиновников, которые обрекают меня на голод и нищету, не позволяя мне реализовывать моё конституционное право на труд и получать вознаграждение за него не ниже прожиточного минимума.